Пиво, вино и другие слабоалкогольные напитки попадут под запрет. Новую поправку к закону о производстве и обороте алкоголя Госдума планирует принять уже на этой неделе. Причем крепким спиртным решили приравнять все напитки, в которых алкоголя больше чем полпроцента. В интернете появилась информация, что в список запрещенных попадут кефир и квас, ведь в них может содержаться до двух процентов спирта. Ну, правда, сегодня Росалкоголь уже опроверг эту информацию. В соответствии с действующим законодательством квас является безалкогольным напитком. А в новой поправке он попадает в отдельный список спиртосодержащих. Туда же войдут кефир и некоторые кондитерские изделия. Больше всего вопрос продуктов, в которых есть алкоголь, взволновал автомобилистов. Ведь получается, что квас официально не алкоголь, но за руль после него не сядешь. Помощник президента Аркадий Дворкович в своем твиттере одним из первых опроверг информацию о запрете кваса, но позже добавил, мое сообщение про квас касается не вождения автомобиля, а правил продажи. У нас в гостях глава подкомитета Госдумы по госрегулированию алкогольного рынка Виктор Звагельский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы были к нам на квас практически. Да, как видите. Как узнал, я пришел на алкогольный напиток. Непонятно. Вот хотим разобраться. Была опасность, что квас и кефир... Знаете, я понял, я с утра злился по поводу того, что я читал, потому что я понимал, что, наверное, более важного информационного повода в России нет, чем думать о том, насколько квас у нас алкогольный, и теперь я уже смеюсь. То есть, на самом деле, если мы говорим о том, что это какая-то умышленная провокация, наверное, это комплимент тем, кто это делает. Никакого отношения ни к квас, ни кефиры, ни к умыслу к алкоголю не имели, иметь не будут. То, что мы сейчас в новой редакции закона делаем так, что у нас вся алкогольная продукция становится той продукцией, которая более 0,5%, это совершенно естественно. Мы здесь гармонизируем наши законы тем, что есть в таможенном союзе, тем, что есть в ЕС, во всех цивилизованных и полуцивилизованных, и даже не цивилизованных странах. При этом мы говорим специально для тех, кто делает вид, что они ничего не понимают. Мы говорим о том, что мы эту норму вводим, мало того, что мы вводим ее с июля 2012 года, мы говорим о том, что до этого правительство для этих непонятливых людей и организаций специально пропишет, что не является алкогольным напитком, что туда не попадает ни квас, ни кумыс и все и же с ними напитки, которые могут содержать этиловый спирт, который появляется в процессе естественного брожения. А конфеты с коньяком? Соответственно, все то же самое. То есть то, что у нас попадает под кондитерские изделия, даже если там налит коньяк или водка или что-то еще, это естественно никакого отношения, это изделие не попадает под разряд алкогольных напитков. Я, конечно, могу предположить такую этапическую ситуацию, что те компании, которые захотят как-то не платить налоги к алкогольным продукциям, они будут выпускать огромные шоколадные конфеты, двухлитровые, откусывать у них горлый и выпивать... Какая идея. Какая двухлитровая Аленка. Да, да. И при этом таким образом, наверное, обманывают государство. Я знаю. Прегулярно. Насчет Аленки не знаю, Иванушка больше подойдет, если мы говорим про горло. Поэтому, конечно, такая ситуация теоретически возможна, но если мы увидим на прилавках огромное количество таких здоровых Аленушек и Иванушек, мы будем, конечно, тоже с этим бороться. Пока это из области фантастики, как и приравнивание к вас, а к алкоголю. Почему решили запретить не конкретные напитки, а вот все до 0,5? Мы про это... То есть я уже про это говорил. То есть это связано с тем, что сегодня все, что относится к таможенному регулированию в рамках таможенного союза, все, что относится к таможенным тарифам, это все напитки, которые более 0,5%. Изначально предложение было, в частности, мое, поскольку я не буду лукавить и говорить, что практически все поправки, они мои. Я хотел, чтобы туда попали напитки свыше 1,5%, потому что тогда бы вопрос про квас и другие напитки сняли бы сразу. Но, опять же, в связи с тем, что мы говорим о том, что наши собратья по таможенному союзу, наши будущие, я надеюсь, собратья по ВТО, все признают, что алкоголь начинается с 0,5%. Кроме того, наши собратья-пивовары, как доморощенные, так и западные, официально говорят о том, что алкогольным пивом считается пиво свыше 0,5%, поскольку везде фигурирует цифра 0,5, и она законодательно везде закреплена. То есть это совершенно естественно. Поэтому мы говорим про все напитки, которые попадают в эту категорию. Завтра будет изобретен еще какой-нибудь напиток, который попадет в эту когорту. Все остальные напитки, они, естественно, могут содержать этот алкоголь, но поэтому я и говорю, что будет специальный перечень, который правительство должно составить до июля 2012 года. Но я думаю, что по поводу этой перечни мы с вами все прекрасно понимаем, что это за перечень. Мы можем составить в течение пяти минут. То есть это просто чисто формальная процедура, там будут написаны те напитки, которые попадают в эту когорту. Возможно, за это время будут изобретены какие-то еще напитки, которые будут типа кваса. Почему этого нет на Западе? Потому что на Западе не существует ни кваса, ни кумысов, ничего остального. И там напитки с очень маленькой концентрацией алкоголя, которые не попадают в алкогольную когорту, их очень мало. Поэтому про них вообще никто не говорит. Мы это специально выделяем и говорим, товарищи, господа, пейте квас, не в смысле рекламы на дожде, ничего страшного с вами не будет. Естественно, как только эта информация появилась, и в том числе про квасы, про кефиры, про кумыс, сразу возникли теории о том, что лоббируют сначала Кока-Кола и Пепси-Кола, которые выпускают свой химический квас, где нет вообще алкоголя. Потом появилась информация и мнение, что водочное лобби продвигает такие законопроекты, чтобы, собственно, прижать пивников, которые, собственно, тоже об этом часто говорят. И вас называют пивники водочным лоббистом. Да, я уже это воспринимаю как комплимент. Даже вот наши телезрители пишут. Да, естественно. Почему естественно? Потому что с чьей-то легкой руки это началось, я сначала опять же тоже злился, теперь я тоже смеюсь. И понимаю, что пивное сообщество, которое наиболее консолидировано с точки зрения своих лоббистских устремлений, если мы говорим о том, что наш закон не принимался около трех лет при всех положительных решениях всех инстанций, всех заинтересованных министерств ведомств, то есть это именно из-за того, что лоббизм действительно консолидирован. И основные нападки на меня, в частности, в СМИ как раз заключались именно в этом, но это опять же для СМИ. Потому что кто-кто, а уж пивные производители и продавцы лучше всех знают, что, к сожалению или к счастью, в России ситуация следующая, что чем больше продается у нас пиво, тем больше у нас продается водки. Единственные конкуренты для пивной отрасли – это производители вина, которые объективно или субъективно за счет засилия пива просто в России уничтожены. И за счет того, что реклама пива есть или реклама вина нет, ну это здесь масса всего. А к великому сожалению, я еще раз повторюсь, водка и пиво в плохом смысле этого слова – близнецы-братья. Поэтому это делается специально, чтобы дискредитировать и меня как автора, большинство законодательных антиалкогольных инициатив. Ну и самое главное для того, чтобы затянуть понятие закона. Поэтому я к этому отношусь совершенно естественно. Это нормальная борьба, которая не только к моему, к моей радости, но и к тому, что наконец-то мы получили реально нормальный действующий закон, который, надеюсь, будет хорошо работать. Пивной лобби в том числе и другие лобби проиграли. Спасибо. Это был глава подкомитета Госдумы по госрегулированию алкогольного рынка Виктор Звагельский. К другим.